И начинаем с главного. В Красноярске объявлена буквально облава на тех, кто сделал в квартире перепланировку незаконно. Сегодня об этом заявили специалисты департамента горхозяйства. И все это последствия пятничного взрыва газа в квартире на Высотной, где собственник обустроил гостиницу. Сегодня Влада Копыловская побывала у погорельцев и пообщалась с пострадавшими жильцами. Они опасаются, что дом рухнет. Так, что вы где разуться, говорите? Ой, можно не разуваться, можно здесь я по не... Вот моя тоже комната. Вот моя и зал мой. У меня бабушку здесь и придавила. Елена, а как состояние мамы сейчас ваше? Ну, закрытая черепа мозговая травма. Взрыв газа произошел у соседей Елены, но теперь у женщины с ними все общее. Она отходит от шока, ждет оценщиков и охраняет все, что осталось. По сути, только стены. Вот все, что есть. Вот у меня вон вещи, но их уже нет. Самое интересное, телевизор работает. Сгорел, но работает, зараза. Я даже не могу до конца убраться. Вот эта стена должна ростнуть, а ее только не убрали. Сейчас я стою прямо на границе первого и второго подъезда. Как видим, стены здесь больше нет. Вот это то самое место, где все и произошло. Здесь в пятницу вечером мужчина готовил ужин на газовой плите. Все взорвалось. Сейчас он находится в больнице с очень сильными ожогами. Пойдемте посмотрим. Еще комнаты. Вот эта комната. Да, здесь жила девушка до недавнего времени. Здесь тоже был желез. То есть, по сути, двухкомнатную квартиру собственник переделал в три гостинки. Это можно почитать по количеству туалетов. Кто собственник здесь не знают даже соседи. По словам Елены, буквально накануне ЧП в злополучной квартире была проверка газа. Но это факт пока не подтвержденный. Специалисты МЧС говорят, утечка и взрыв произошли из-за небрежного обращения с газом. И вероятно, что перестройка в квартире сыграла свою роль. Жители верхних этажей сейчас опасаются, как бы дом вообще не рухнул. Вообще морозилка, она стоит криво теперь. Она вот так стоит. Вот здесь бугор, видите, растреснулся. Вот он. И вот здесь вот пошло. Видите, что? Багет у меня был плотно наклеен. Вот это пошло все. Это значит, что сдвинулись плиты, перекрытия. Вот это самое страшное. Люди рассказывают от перепланировщиков в их подъезде одни проблемы. Ужасная слышимость от новых санузлов. Вдобавок жильцы подключают свои электроплитки. Проводка на эти нагрузки не рассчитана. И таких переделкиных в доме хватает. Вторая квартира в нашем подъезде. Из четырехкомнатной, не знаю, сколько сделали. Четыре комнаты там. Четыре хозяина. В нашем подъезде конкретно. Говорят, еще и в четвертом подъезде такая. Тоже на первом этаже квартира. В департаменте горхозяйства сегодня заявили, дом отремонтируют. А с этого дня объявили облаву на всех, кто перепланировку сделал в обход согласований. Специалисты с полицейскими будут проверять всех без разбору и просят красноярцев жаловаться в районной администрации на несознательных соседей. В ближайшее время на сайте администрации появится и белый список тех, кто перестройку дома сделал по правилам. Я думаю, что мы попадем в каждую квартиру и в каждой квартире сделаем актирование, перепланировки. И дальше уже, если она законная, то тогда все нормально. Если она незаконная, тогда через суд будем обязывать собственников приводить квартиры в первоначальное состояние. Вдобавок городские власти намерены обратиться в Госдуму, чтобы внести поправки в законодательство, которые позволят им попадать в подозрительные квартиры без разрешения хозяев. Сейчас, по сути, собственники имеют право проверяющих не пускать. Влада Копыловская, Екатерина Михайлова, Дмитрий Кочетков, Степан Майер, СТС Прима, Новости.